уважаемые коллеги добрый день мы начинаем наш вебинар поэтому будем внимательны и все с этим сразу звук микрофонов отключаем на экране чего не чиркаем если понадобится задать вопрос можете ради этого микрофон включить можно можно задать вопрос в чате лучше в чате много всего вот поэтому лучше делать голосом задать вопрос но это уже потом сегодня мы с вами поговорим о той ситуации которая складывается в историческом образовании школьном в связи с переходом на новые обновленные образовательные стандарты с тем что мы завершаем переход на линейную систему вот поэтому сегодня мы вместе с вами об этом поразмышляем как раз в какой ситуации сейчас мы находимся что нужно делать что предлагается какие варианты работы предложены вот и что нас ожидает в следующем учебном году поговорим мы в основном о предмете истории но и обществознание тоже будет сказано итак начнем с образовательных стандартов так еще раз уважаемые коллеги давайте не будем улучшать тишину я не успеваю каждого отключать звук поэтому давайте будем уважительно относиться друг к другу и ко мне вот опять кто-то говорит а, какой он а в какой то как мы видим выключает звук тип мэй мэй Mm мэй 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 а а а а а а н а Итак, уважаемые коллеги, не хочется отвлекаться от подобных вещей, потому что у всех есть дела, у меня тоже, да, и не будем с вами отвлекаться от нашей главной темы. Надеюсь, больше никого не придется остановить. Итак, сегодня мы поговорим об обновленных в ГОС, о переходе на линейную систему преподавания истории, о концепции преподавания истории общества знания, да, то есть все то, что знаменовало текущий учебный год и будет являться ключевым моментом в следующем учебном году. Итак, для начала о тех общих моментах, которые имеются на сегодняшний день. Итак, вот перед вами экран, мы, да, надеюсь, вы его видите, вот, и, соответственно, что из себя представляют обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, да, здесь мы в общих чертах видим, да. То есть окончательное приведение в соответствии с федеральным законом, вариативность реализации программ. Ну и что является очень важным на сегодняшний день, так, это детализация условий реализации образовательных программ и конкретные образовательные результаты. Так, уважаемые коллеги, ну почему я должен отвлекаться? Ну кто там чертит на экране-то, а? Некий Вадим. Еще раз напоминаю о необходимости выключения микрофонов, да, и не трогайте, пожалуйста, инструменты. И, в конце концов. Идем далее. Итак, еще раз, главное на сегодняшний день детализация образовательных результатов, да, их конкретизация и возможность измерения и оценки. Как это выглядит, сейчас посмотрим. Итак, сегодня у нас в первую очередь, да, в чем очень важная особенность современных ГОСов, это опора на системно-деятельностный подход. То есть в основе стандарта, то, что лежит в основе стандарта, нового обновленного стандарта, это системно-деятельностный подход, да, то есть в чем он заключается, так же мы здесь можем видеть. Вот, соответственно, личностные метапредметные результаты, мы с вами обязательно их будем разбирать в универсальном учебном действии тоже. Так, ну и, соответственно, именно в деятельности составители стандартов видят основную часть, собственно говоря, учебного процесса. Это очень важно, поскольку предметные рабочие программы мы составляем также, исходя из этого момента, да, о чем мы будем говорить ниже. Вот, поэтому вот формулировки, можем видеть их справа, да, как формулируются личностные, предметные и метапредметные результаты, соответственно, мы можем видеть, да, и чем они отличаются друг от друга и формулировки. Да, личностные мы видим, ценностные отношения, ценностные, уважительные, да, отношения к тем или иным процессам, да, метапредметные находить, выявлять то, что вы умеете, сверх предмета находить, выявлять, устанавливать, выбирать, осознавать и понимать формулировки, то, с чего должны начинаться формулировки предметных результатов. Вот, давайте вот посмотрим на это, да, собственно говоря, обновленные в ГОСы, да, чем, можем видеть, чем они отличаются, да, от действующих сейчас, да, до 1 сентября 2022 года. То есть, если у нас до этого момента требований к личностным результатам было всего 10, всего 10, то теперь, да, мы видим, что первое, да, личностные результаты разделены на группы, разделены на группы, и второе, внутри этих групп они очень сильно детализированы, да, Да, то есть, сейчас их 36 уже, да, вместо 10. Так, это то, о чем я говорил, то есть, детализация идет не только в личностных результатах, да, но и ко всем остальным тоже, да, то есть, тоже можно здесь обратить внимание, то есть, было в ГОСах, которые действуют на сегодняшний день, 16 метапредметных результатов, да, сейчас их, опять-таки, гораздо больше. Да, это гораздо больше, да, то есть, видите, здесь также они уже разделены у нас на группы, да, вот. Универсальные учебные действия, коммуникативные, регулятивные, и что они из себя представляют. То есть, делается это, еще раз, делается это для того, чтобы была возможность оценить данные результаты, да, то есть, не просто они были некой абстракцией, исходя из того, что составители стандарта говорят нам, они должны быть детализированы и оцениваемы. Вот. Исходя из этого, их таким образом максимально постарались конкретизировать. Также на сегодняшний день важной частью, да, учебного процесса является проектная деятельность, да, это оцениваемая форма, да, то есть, у нас проектная работа, это сегодня часть предметной деятельности в школе, так. Это важнейшая часть формирования универсальных учебных действий, да, и одно из требований к метапредметным результатам. И важная часть преемственности, да, преемственности. Вот. И, как я уже сказал, да, именно системно-деятельностный подход, да, тот был в основе стандарта 2010 года и стандарт 2021 года, также имеет в своей основе системно-деятельностный подход. Да, вот в этом заключается преемственность, это никуда не девается, это становится важной частью. Ну, и надо сказать, о чем мы еще будем говорить, к чему будем возвращаться, да, то есть, системно-деятельностный подход, да, по новым стандартам, также предполагает и функциональную грамотность. Предполагает функциональную грамотность. То есть, ну, не просто предполагает, а ставит ее одной из основных составляющих образовательного стандарта. Так, то есть, здесь, о чем уже говорится, ну, скажем так, последние 10 лет, да, начиная с введения стандартов основной школы 2010 году, так, исключение, что мы исключаем, да, и что мы вводим. То есть, особенно, да, обучающая деятельность, да, учитель от транслятора знаний, учитель от организатора учебной деятельности, да, дифференцированная работа. И сейчас многое говорится о дифференцированных домашних заданиях, да, с учетом уровня подготовки обучающихся, вот, об этом мы говорим постоянно, это уже делается, но, к сожалению, пока еще не везде и не всегда домашние задания у нас дифференцируются. Далее, далее. Что устанавливается детально к личностным результатам в начальном образовании и в основном образовании, вот, здесь мы это можем видеть. Прежде всего, российская гражданская идентичность и ходе, чего это возникает, да, гражданское воспитание, патриотическое воспитание и прочее. Сегодня, как вы знаете, и об этом тоже у нас будет сказано, рабочие программы строятся, да, не только на ВГОСах, не только на предметных концепциях, но и на программе воспитания в том числе, вот, и эти моменты относятся в том числе и в работе, в рамках общества знаний, в рамках истории. То есть, если мы посмотрим на этот перечень, да, мы эти моменты все увидим. Требования, соответственно, к метапрограмментным результатам, тоже важно их знать, да, это они, сейчас я вот, они все прописаны, они все детализированы, они все оцениваются. Хотя, опять-таки, составители ВГОС, да, авторы стандартов, говорят также и о проблемах, которые возникают именно при реализации метапредметных результатов, то есть при их достижении, да, что, ну, одной из основных проблем является нехватка учебного времени, ну, и недостаточность методологической базы, вот, был проведен опрос на эту тему, вот, поэтому это все создается, конечно же, и предметные результаты, да, по начальному общему и основному общему образованию, можем здесь увидеть, так. Умение, способы действия специфические для соответствующей предметной области предпосылки научного типа мышления, да, то есть мы должны уже на уровне основного общего образования знать, предполагать, да, что такое объекты, предмет исследования, да, цели, задачи формулировать, да, то есть это все, да, предпосылки научного типа мышления здесь, виды деятельности по получению, новознания, интерпретации, проектной деятельности и прочее. Ну, как я уже сказал, да, что служит основой для проектирования примерных рабочих программ и, соответственно, что служит основой для проектирования рабочих программ по предмету уже, да, то есть это в ГОСы, это предметные концепции, о которых тоже у нас речь впереди, да, и, соответственно, предметная, примерная программа воспитания, которая тоже была сказана. То есть вот эти три компонента лежат в основе любой рабочей программы. Сама же структура рабочей программы, согласно обновленным в ГОС, предполагает четыре основных элемента, к ним мы еще будем возвращаться, тогда, когда будем говорить о предметных рабочих программах, да, то есть пояснительная записка, содержание образования, планируемые результаты, тематическое планирование, да, ну и, соответственно, что является составной частью каждого из этих разделов. Это характеристика, цели, особенности, место учебного предмета, опять же, результаты. Обратите внимание, что предметные результаты даются нам по годам учения, вот, и с тематическим планированием у нас так же должно быть все понятно, это здесь никаких изменений нет. Далее. О личностных метапредметных результатах мы с вами говорили, да, в каких сферах они реализуются и достигаются, мы можем видеть на данном слайде. Просмотрим его. Все, это опять-таки указывает нам обновленный в ГОС. Да, в том числе, обратите внимание, да, на самоорганизацию учебной деятельности, да, вот, то есть у нас здесь регулятивные учебные действия, да, ну и все остальное. Познавательные базовые логические действия, базовые исследовательские действия, да, то есть речь у нас об этом тоже появилась. Далее. Предметные результаты, да, еще раз говорю, представляются по годам обучения, выражаются в деятельностной форме, да, то есть не просто чему научатся, но и что могут сделать, да, что они будут делать, да, получающиеся в результате этого, да, учебного процесса. Так, и отражается формированность определенных умений, да, что они должны уметь, да, в предметной области. Ну, опять-таки, по годам обучения в данном случае истории общества знаний-то касается напрямую, да, с учетом линейной системы преподавания в истории, да, то есть умения, которые есть в шестом классе, и, допустим, которые в девятом, да, они уже у нас будут несколько иными, да, отличаться друг от друга, да, но об этом мы скажем в свое время. Что должно быть в составе предметных результатов, согласно ВОЗ, да, вы также видите на экране. Ну, вот, примерно, да, так должно выглядеть тематическое планирование по обществознанию, да, условное, условное, да, то есть тематические блоки или темы, количество часов на них выделяемое, содержание темы, так, виды деятельности обучающихся. И, соответственно, видите, обозначение, к какого рода результатам это у нас, эта деятельность относится. Предметные результаты, да, личностные результаты, методные результаты, вот эти обряды. Что позволяет делать современная рабочая программа? Какие умения и возможности она дает учителю, прежде всего, но, опять-таки, забегая вперед, скажу, что разработан для, опять-таки, для облегчения деятельности педагога, специальный конструктор создания рабочих программ. Вот, о нем я скажу позже, вот, действительно, такой есть, то есть туда уже, собственно говоря, сами блоки, разделы и прочее, они уже готовы, туда нужно лишь загружать имеющийся материал и потом это все будет. Вот как раз об этом, о чем я сейчас говорил, конструктор, да, вот, сам конструктор рабочих программ вы можете увидеть вот на данном сайте, который в верхнем правом углу у нас. Так, ну и, собственно говоря, вот, когда вы там, там нужно будет регистрироваться, регистрация несложная, да, и далее уже, соответственно, будет блок, да, блок разделов, да, соответственно, требования предъявляем к рабочим программам, так, куда уже автоматически можно загружать и уже имеющийся материал, да, вот эти блоки, его туда просто методом копировать, ставить, это все делаете, дальше уже программа работает сама. Вот, я им пользовался, вещь действительно удобная, поэтому рекомендую вот с данным сайтом ознакомиться. Постепенно, ура, коллеги, переходим к предметным нашим компетенциям. Так, то есть, что, какие требования ОСА предъявляет уже к истории общества знания, да, рассмотрим их, будем рассматривать их по отдельности, да, то есть, личностным результатом требований перед нами, мы их частично уже видели, да, у нас относятся в том числе и к личностным результатам по истории общества знания. Так, метапредметные, да, это понятно, так, они достаточно универсальны, да, ну и, соответственно, предметные результаты, да, тоже о них мы с вами говорили. И теперь переходим к разговору о примерных рабочих программах по предмету. То есть, сегодня у нас, как видите, разработаны для начальной школы 14, да, для основной школы 21, да, проведена экспертиза, да, и сейчас в данном учебном году идет их апробация для того, чтобы уже с 1 сентября 22 года они уже были окончательно внедрены в учебный процесс. Вот, скажу следующее, да, ну, конечно, сегодня много говорится о том, что рабочие программы, которые разрабатываются издательствами, которые разрабатываются Академией образования, Российским историческим обществом, Министерством просвещения, наконец, Российской Федерации, вот, должны иметь обязательный характер. Да, то есть, установлены, чтобы был установлен единый образец для всей России, да, подобное, с подобным предложением выступает Рособорнадзор, но сейчас, пока на сегодняшний день, и сегодня, да, нет соответствующих изменений ни в законе образования, да, ни в обновленных в ГОС, да, то есть рабочие программы, которые предлагаются, да, они носят все примерный характер, да, то есть они предлагают прежде всего вариативность, вариативность, но, тем не менее, тем не менее, структура рабочих программ, да, уже предметных рабочих программ, основного инструмента учителя должны соответствовать как раз примерной рабочей программе, которую мы с вами только что видели, да, вот этим четырех разделом. На что нужно ориентироваться? На что нужно ориентироваться, да, то есть, ну, это, прежде всего, нормативные акты с ними, понятно, да, то есть здесь они всем известны, так, вот, возможно, неизвестна стратегия пространственного развития, да, закона воспитаний. Ну, и далее у нас уже текущие нормативные акты, да, это уже то, что касается предметных моментов, да, это у нас историко-культурный стандарт, да, ну, и, соответственно, но, соответственно, предметные концепции. Вот, предметные концепции, которые утверждались все минувшие годы, да, вот, предподавание учебного предмета общества знания, да, история России, география, коль скоро она входит в социально-гуманитарную область, да, вот, то есть, то есть, концепция преподавания учебного курса истории, да, она, собственно говоря, базируется, базируется на том самом историко-культурном стандарте. Во многом повторяет его структуру, но, тем не менее, существует действительно весьма серьезное отличие, это, прежде всего, в тематике, в тематике курсов, вот, ну, не курсов, конечно же, а разделов, да, цели задачи, что должно быть ориентировано, да, то есть, вот, соответственно, этим документам мы должны следовать при составлении рабочих программ, вот, им следует образование, ну, и они, эти документы учитываются также и при составлении кимов ОГЭ и ЕГЭ по нашим предметам. То есть, сегодня это основа. Далее. Ну, о структуре примерно рабочей программы я уже сказал, да, она одинакова для всех предметов, одинакова для всех предметов, мы о ней уже говорили, то есть, здесь история общества знания, физика, значения не имеет, да, то есть, структура примерно одинакова. Содержание, да, содержание по-прежнему носит примерный характер, да, вот, то есть, здесь есть свобода для творчества, свобода для различных вариаций, ну, а структура, да, она достаточно жесткая. Вот, примерно, да, то есть, можем увидеть здесь на данном слайде, да, структуру программы по обществознанию, да, основного общего образования. То есть, видим как раз то, что мы говорили, содержательная часть, да, вот, по годам обучения, да, видите, предметные результаты у нас сдаются, часы на тематические блоги, да, и, соответственно, то, на чем эта программа строится. То есть, вот, вот они основные, у нас четыре раздела, да, пояснительная записка, содержание предмета, планируемые результаты и тематическое планирование, да, вот эти четыре основных раздела, да, и их содержание, соответственно, по классу, ну, или по годам обучения. Вот, посмотрели и идем дальше, уважаемые коллеги. Если вдруг по ходу вам необходим будет задать вопрос, то есть, либо поднятая рука инструмент, либо чат. Или, опять-таки, если вдруг на каком-то слайде захочется задержаться, то, опять-таки, поднятая рука. Идем дальше. Особенности. Особенности, да, то есть, ну, естественно, да, у обновленных в ГОС свои особенности, о них мы уже сказали, вот, и, естественно, у рабочих программ, которые строятся на основе обновленных в ГОС, да, опять-таки, есть свои особенности, да, то, что их отличает, то, что их отличает от предыдущих моментов, да. Ну, вот это, конечно, прежде всего, отражение воспитательных возможностей и предметов, безусловно. Так. Познавательная деятельность. Гибко организовать обучение с выбором учебных задач из предложенных. Выделение времени на представление результатов проектных деятельностей. То есть, проектная деятельность тоже важна для сегодняшнего дня. Ну, и вот, к примеру, да, то есть, по поводу умений, да, о которых я уже говорил, да, вот, деятельность, да, и предъявляемые требования к умениям, да, обучающихся для разных классов, да, они, естественно, будут разные, да, да, поэтому, собственно говоря, в ГОС и предполагают, да, что необходимо их разбивать по годам обучения, да, особенно в истории, это достаточно характерные моменты, да, то есть, видите, в шестом классе мы только различаем различные виды письменных источников, да, а в девятом, да, мы уже можем их дополнять, представлять дополнительные письменные источники. У кого не выключен микрофон? Уважаемые коллеги, просто такое ощущение, что кто-то там посуду двигает или пол моет. Далее. Лицей-93, могу вас попросить выключить микрофон. Сделаю сам. Вот, то есть, здесь, да, на примере работы с источниками мы можем видеть подобные сведения, да, умения. Так, видите, в девятом классе, вот там, выпускном классе, определять тип, вид, принадлежность, извлекать, сопоставлять, систематизировать информацию, подчеркивается, да, из разных источников, да, то есть, если мы в шестом классе только начинаем с этим работать, да, с одним источником работаем в целом, то в девятом мы можем одновременно работать с несколькими источниками, систематизировать эту информацию и прочее. То есть, вопрос здесь стоит не случайно, да, вот, работы именно с письменными источниками, потому что это текст, да, вот, ну и, как показало исследование, да, восемнадцатого года по функциональной грамотности, вот, да, читательские умения наших школьников спотыкаются именно здесь, да, то есть, работа с несколькими текстами, да, систематизация и сопоставление информации из нескольких текстов, да, то есть, вот эти моменты, поэтому следует обращать на них внимание. Ну и, соответственно, авторы примерных программ по истории, да, тоже обращают на это внимание. Систематизировать, интерпретировать, работать одновременно с несколькими видами источников. Далее, возможности и риски современной рабочей программы, да, вот, вы видите, да, возможности, да, он же потенциал слева, да, и некоторые риски в программах тоже, вот. Могут быть, да, то есть, сами составители предполагают, что достаточно широко составлены рабочие программы, но на то они и носят примерный характер, потому что сегодня пока педагог имеет право выбора, да, того материала, которого он будет представлять в своей рабочей программе. Так, ну вот, структура уже примерной рабочей программы по истории, да, мы только что посмотрели примерную рабочую программу по обществознанию, видим здесь то же самое, да, то есть, структура предметных программ в целом, она одинаковая. А то есть, те самые, снова, да, четыре пункта пояснительной записки, содержание, планируемые результаты, тематическое планирование. Ведь они везде идут стандартным образом. А то есть, это вот, а еще раз говорю, то, что нам предлагают обновленные в КФГУС. Далее. Ну, о чем мы с вами говорили уже, да, то есть, нормативные документы, на которых базируется примерная рабочая программа, так, ну и, опять же, структура рабочей программы по истории, да, мы можем поговорить об этом уже предметно, да, опять же, пояснительная записка, содержание образования, планируемые результаты, тематическое планирование. Пример мы с вами только что видели. Особенности. Особенности примерной рабочей программы по истории, да, то есть, у любого, да, мы говорили с вами в целом, да, чем отличает, что отличает, точнее, да, современную программу, да, примерную программу по истории. Вот. Вот. То есть, личностные метапредметные результаты отражаются, да, применительно, опять-таки, к содержанию курса. Да. Так, проектирование предметных результатов, да, то есть, развернуты от пятого к девятому классу, да, то есть, от простого к сложному, да, постепенно усложняются, да, с учетом возрастных особенностей. Региональная история, само собой, об этом мы говорим с вами также последние 10 лет, так, ну и возможности обучающихся, соответственно. Пояснительная записка, что должна содержать, мы об этом уже говорили, ну и, соответственно, здесь на примере истории то же самое, да, то есть, когда мы будем говорить об обществе знаний, те же элементы, да, характеристика предмета истории, цель изучения, место учебного предмета истории в учебной плане. То есть, это, опять-таки, стандартное содержание рабочих программ, да, точнее, пояснительной записки рабочих программ. Содержание учебного предмета, да, примерно так оно у нас будет выглядеть, да, указываем структуру, да, следующий у нас раздел, структура, последовательность изучения курса. Каким образом это все делается, вот, мы бы рекомендовали изучать курс, да, исходя из модульного принципа, не смешивая, не смешивая историю России и всеобщую историю, ну, в рамках отдельных, отдельного курса, да, отдельного учебного года изучать все-таки надо по отдельности. Сегодня, на сегодняшний день, да, те учебники, которые есть в федеральном перечне, они, наконец, синхронизированы, да, то есть всеобщая история и история России, наконец, получили долгожданную синхронизацию, вот, соответственно, это примерные темы, да, которые предлагают федеральные примерные рабочие программы. Ну, и, соответственно, планируемые результаты личностные и метапредметные, как я уже сказал, да, они у нас также, несмотря на их универсальный, казалось бы, характер, привязываются к содержанию курса, да, истории или общества знаний, да, вот, как раз мы можем их здесь видеть. Во многом они повторяют общие, да, личностные и метапредметные результаты, которые указываются в самих образовательных стандартах. Я уже сказал, да, что они в истории общества знаний очень похожи. Ну, и, соответственно, предметные результаты, вот, они у нас, как уже было сказано, идут по годам обучения. Вот, что мы должны иметь в виду, да, вот, пример, да, в данном случае, да, то есть в пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом классах, да, видите, да, знание хронологии, да, есть знание хронологии, работа с хронологией, вот, а что нужно, да, что мы должны уметь в пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом классах, да, вот. То есть тоже разные элементы, да, соответственно, вот, когда будете, может быть, самостоятельно или еще раз знакомиться с примерной рабочей программой, да, по предметам, обратите вот на это внимание. Так, следующий раздел, следующий раздел, тематическое планирование, так, тематическое планирование, вот, мы эти блоки уже видели, да, то есть они характерны, в общем-то, для любого предмета, да, тематические блоки, основное содержание и виды деятельности обучающихся. Обратите внимание на сноску, что порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. Тоже часто задаваемый такой вопрос, что можно ли, исходя из, да, учебного процесса, особенности учебного процесса в том или ином классе или школе, да, варьировать предлагаемые в примерной рабочей программе темы. Да, можно, да, можно, вот об этом здесь прямо говорится. Так, по обществознанию, соответственно, тоже мы с вами это уже видели, да, поэтому те же самые разделы, так, вот, ну и, соответственно, что служит основанием рабочей программы по обществознанию на уровне до пятого, девятого класса. Соответственно, стандарт, стандарт, концепция преподавания учебного предмета, да, например, программа воспитания, соответственно, тоже. То есть это в пояснительной записке у нас должно быть обязательно указано. Соответственно, содержание. Вот тоже модульный принцип присутствует в обществознании, как вы знаете, да. Ну и, соответственно, что предполагается, какое содержание предполагается уже обновленным в ГОС. Личностные и метапредметные результаты, мы с ними также знакомились, они примерно одинаковые там и там. Ну и, соответственно, предметные результаты, да, которые планируются по обществознанию согласно обновленным в ГОС для шестого, седьмого, восьмого, девятого класса, ну и для основного школы, да, что они есть. Да, по, соответственно, по основным темам, что изучается в шестом классе, да, человек, его социальное окружение, да, седьмой класс, социальные ценности и нормы, экономические отношения, политические отношения, да. Вот, видим, осваивайте, применять знания, да, что нужно по каждому классу, характеризовать знания, да, что мы должны характеризовать в шестом, седьмом, восьмом, девятом классах, то же самое. Далее. Тематическое планирование, да, такое же, как в истории, ну, те же, в смысле, те же блоки, я имею в виду, но, опять-таки, да, обращая внимание, когда мы говорим о видах деятельности обучающихся, обучающихся, да, то есть, соответственно, указываем на какой вид результатов, на достижение какого вида результатов, да, на вид деятельности. То есть, указывает, да, предметные результаты, метапредметные, личностные. То есть, вот это сегодняшний день, наш ориентир. Так, ну, схема перехода, да, это, ну, в принципе, это актуально у нас для учебного года минувшего этого года, пока еще, да, актуально, да, то есть, ну, синхронизация, в принципе, уже достигнута. Да, вот учебники, которые сегодня имеются в федеральном перечне, эту синхронизацию нам дают, мы, в принципе, ориентироваться на количество часов, да, в общем-то, на соотношение количества часов по истории России и всеобщей истории. Вот, ну, количество часов здесь примерно, вот, об этом тоже спрашивают, количество часов здесь примерно, ну, опять же, да, рекомендуемое соотношение примерно две трети, соответственно, да, к истории России одна треть всеобщей истории. Так, также нам необходимо обратить внимание, да, что есть особенности, да, для старшей школы, вот, для старшей школы, вот, эти особенности, ну, были достаточно серьезные, вызывали достаточно серьезные проблемы последние годы, да, то есть, о чем, что мы должны преподавать в связи с переходом на линейную систему на линейную систему в 10-11 классах, ну, в 10 классе, понятно, там история у нас заканчивается, вот, и что у нас будет в дальнейшем, да, соответственно, но нам предлагались разные варианты, в принципе, в принципе, эти варианты предлагаются и сейчас, предлагаются и сейчас, так, то есть, есть базовый курс, да, и есть учебный предмет, да, Россия в мире, Россия в мире, да, входит в примерную основную общеобразовательную программу, да, и, классно, среднего общего образования, да, как обязательный, но, но, имейте в виду, что реализовать можно только один из этих предметов, да, то есть, они самостоятельные, они чистятся, как обязательные, но изучается должен только один, это выбор, да, то есть, либо история на базовом уровне, либо Россия в мире, только один. Ну, соответственно, количество часов, отводимое для старшей школы, пока что неизменно, да, пока что неизменно, вот, то есть, есть максимальная и минимальная наполненность, да, вот об этом тоже чуть ниже скажем, ну, и, соответственно, расчет часов на уровне старшей школы, да, для истории России и всеобщей истории, видите, 0,5 на полтора, то есть, те самые две трети, 1 на трети, которые мы с вами говорили. Ну, и, соответственно, в примерных основных общеобразовательных программах, да, основного общеобразования и среднего общеобразования, вот, предлагаются несколько вариантов, да, для разных ситуаций, для разных уровней, для разного формата образовательных организаций, вот, соотношение количества часов. Так, ну, и что можно делать, да, в 10-м и в 11-м классе, ну, в 11-й класс у нас последний год работают по ФКГОС, ну, и далее мы уже будем видеть иную картину, соответственно, вот, да, то есть, уже обновленные ФКГОС будут работать и в 11-м классе, но при этом те принципы, которые были сформулированы, и не только, ну, и, скажем так, сформированы, минув два учебных года, они, в общем-то, сохраняются, да, то есть, что мы можем делать в 10-м и в 11-м классах, да, то есть, потому что, конечно, скажем, об этом еще чуть ниже, да, но вообще, вообще нет учебника истории, да, для 11-го класса, потому что в 10-м она заканчивается, вот, поэтому предполагается, да, согласно концепции преподавания истории, да, что мы завершаем полный курс истории, да, с 914-го года, так, уже в по 14-й год, уже в 10-м классе, да, но есть различные варианты работы с историей и в 11-м, да, то есть, можно делать разбивку, соответственно, да, то есть изучать до первой мировой войны, до конца первой мировой войны, до 45-го года, и далее уже вторая половина, 20-го, начало 21-го века, но об этом, об этих вариантах чуть позже, да, ну, вот, допустим, одни из вариантов, да, истории, да, там еще общество знаний есть, вот, да, которые присутствуют в примерной основной образовательной программе, да, то есть, видите, для минимального уровня, да, то есть и максимальный расчет, минимальный расчет. Джордж Грунт, там несколько вариантов, поэтому с такой вот с ними, исходя из этого действия, да, ну, и для среднего общего образования тоже есть свой расчет, да, видите, история и Россия в мире, да, два обязательных предмета, вот, но если выбирается один, то второй уже не преподается. Далее идем, да, постепенно, вот, о синхронизации мы с вами уже говорили, так, ну, история России, всеобщая история, она уже синхронизирована, ну, да, ну, и варианты, варианты. То есть, разные издательства, естественно, свои учебники предлагают, но, что общего, да, подходы у тех издательств, которые сегодня есть в федеральном перечне, они примерно одинаковы, они одинаковы. То есть, составлены варианты преподавания на базовом, углубленном, ну, и универсальный вариант, да, для особых случаев. То есть, что изучается, да, для базового уровня, для базового уровня, то есть предлагается, да, изучение истории, то полностью весь курс, который должен идти по программе, да, и, соответственно, Россия в мире уже по учебному пособию, вот, потому что учебников для 11 класса нет, вот, ну, и я напоминаю о том, что, да, почему мы упоминаем учебные пособия, да, в 18-м году в Министерство просвещения составилось письмо, да, по которому, да, в определенных случаях можно на урок использовать учебные пособия, которые выпустили издательства, которые уходят в соответствующий перечень, да, которые имеют на это право. Ну, вот, поэтому все, естественно, федеральные издательства, да, в этом перечне есть, и их учебные пособия, да, если речь идет именно об 11-м классе, вот, их учебные пособия можно использовать на уроках. Так, потому что, вот, допустим, предмет Россия в мире, он по учебным пособиям ведется. Так, для углубленного уровня тоже примерно та же картина, да, вот, синхронизации по всеобщей истории, а в 11-м классе, соответственно, общительно повторяющий курс, да. Да, повторяет материал. То есть это делается уже для подготовки к ЕГЭ. Скоро речь идет об углубленном уровне, да, вот, поэтому на базовом уровне готовиться достаточно сложно. Здесь же, да, вот этот повторительного общающий курс, он создан именно для подготовки к единому государственному экзамену. И, соответственно, базовый углубленный уровень, да, тот самый универсальный момент. Здесь у нас два варианта, собственно говоря, да, то есть на базовом уровне. Да, вот тот самый вариант с разбивкой на полугодие, да, то есть с разбивкой на века, на части века, до 45-го года. Вот. И, соответственно, синхронизируется история России и всеобщая история преподается точно так же, да, до 45-го года и с 45-го года по современности в 11-м классе. Опять же, в целях успешной подготовки к единому государственному экзамену. То есть вот такие моменты, да, то есть принципы, еще раз говорю, которые были заложены в последние годы, да, преподавания истории в 10-м, 11-м классах, они сохраняются и в обновленных ФГОС, и, соответственно, подходах авторов учебников, издательств к этому преподаванию истории, да, то есть у нас такие варианты есть. Вот. Уважаемые коллеги, да, вот мы уже час об этом поговорили, да, достаточно кратко, как мне кажется, мы говорим, но мы с вами еще будем встречаться и на курсе получения квалификации, и по заявкам будем, и по плану центра будем проводить тематические вебинары, тем более, что переход у нас будет, да, и либо в конце этого года, либо незадолго до начала следующего года, да, мы с вами будем обязательно встречаться, вот, потому что будут наверняка новые нормативные акты, будут определенные уточнения, да, не исключено, что будут изменения в федеральном перечне учебников, возможно, будут добавлены новые издательства, новые авторы, вот это мы все скоро с вами узнаем. Вот. Поэтому я на сегодня заканчиваю, но если будут вопросы, если будет необходимость еще в других встречах, то по заявкам мы с вами обязательно увидимся. Есть ли вопросы? Давайте вот я в чате посмотрю. Так. Сайт конструктора. Так, сайт конструктора вернемся, я просто еще раз его покажу. Там же и ссылка есть. Так, давайте я поднимусь, чтобы сразу все увидеть. Ага, вот добрый день, это все у нас. Приветствия. Так. Так. Должен ли учитель разрабатывать свою рабочую программу или достаточно тематического планирования? Вот. Ну, как мы говорим, да, рабочая программа по предмету, да, она составляется учителем полностью, да, то есть вот мы видели, что она должна с собой включать, какие разделы она должна включать, да, вот предметная рабочая программа. Тематическое планирование, да, составлено основой примерной рабочей программы, да, то есть, ну, здесь его явных достаточно, потому что, ну, именно примерные, рабочая программа примерная у нас. Поэтому, естественно, мы должны говорить о том, что рабочая программа – это основной инструмент учителя, основной инструмент его работы, естественно, она должна составляться полностью. Так. Ну, отражены воспитательные возможности. Вот как раз об этом тоже много говорится, но отражаются они в видах деятельностей. Так, ага, сайт конструктора. Вернемся к нему. Так. Вот этот сайт, DORRB-курс, ну, это не совсем то, вообще непонятно, о чем идет речь. Так. К чему этот сайт? Вот. Можно ли использовать два учебника? Вот. И составлять рабочую программу по двум. Ну, понимаете, здесь вряд ли такое возможно. Я думаю, что это никто не одобрит, ни министерство, ни оборонадзор по двум учебникам. Мы не работаем. Использовать можно два учебника? Вот. Можно. Но вообще, да, работаем мы по одному. То есть, и, соответственно, программа по одному учебнику тоже ведется. Иначе у вас просто, понимаете, просто будет две рабочих программы на один предмет на учебный год. Так, давайте еще раз я вернусь к конструктору. Да, коль скоро по нему вопросы у нас были. Так, вот конструктор программ, вот сайт и ссылка, где можно зарегистрироваться. Ну и вот, собственно говоря, те моменты, которые, ну вот внизу разделы, в которые вы загружаете уже свой материал. Так, есть еще вопросы. Вопросы сейчас можно задавать и устно. Вот. Можно внимательнее изучить, где найти. Так, ну, материалы данного вебинара вместе, естественно, с презентацией будут выставлены на сайте Центра непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических работников. Вот, то есть там и вебинары, и презентации, естественно, будут выставлены. Там можно будет с ней познакомиться подробно. Так, есть ли еще вопросы? Может быть, я где-то недостаточно ответил, недостаточно подробно. Вот, может быть, кому-то еще что-то непонятно. Спрашивайте сейчас устно или письменно. Скажите, пожалуйста, вот если у нас учебники не совпадут с примерной рабочей программой, пока же новых учебников нет, допустим, в пятом классе, в шестом классе, что нам делать в этом случае? Ну, смотрите, что значит, они совпадут с примерной рабочей программой? Для начала, да, то есть в примерной рабочей программе, вот, по большому счету, да, указания-то на учебники как таковые нет. Учебники у нас, указание на учебники у нас дается в федеральном перечне. Вот, в федеральном перечне. Сегодня есть такая проблема, что стандарты, да, обновились, в ГОС обновились, примерная рабочая программа обновилась, вот, а учебники еще нет. Ну, не успели авторы, не успели. В этом случае мы с вами по-прежнему ориентируемся на перечне 18-го года. То есть, там принцип по-прежнему действует, он в этом случае, да, то есть, этот перечень является действующим. Вот, я имею в виду обновленный перечень, федеральный перечень учебников 18-го года, именно обновленный. Спасибо. Так, еще вопрос? Есть, нет, кому-то чего-то, я, может быть, еще раз говорю, недостаточно разъяснил, что-то, может, осталось непонятным, что-то осталось за кадром, особенно, может быть, по старшей школе. Так, нет, есть вопросы еще? Потому что, в районе, если вопросов нет, то уже не будем ни у кого отнимать время и закругляться, а если есть вопросы, то еще посидим. Так, ага, все, начали потихоньку прощаться. Ну, действительно, и так, коллеги, если вопросов больше нет, вопросов больше нет, тогда я с вами прощаюсь. Вот, если будет нужна информация, да, или, может быть, провести тематический вебинар по более узким направлениям школьного исторического общественного образования, да, то на адрес центра эти заявки отправляйте. Ну, на этом все, уважаемые коллеги. Всего хорошего. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.